Всем привет, друзья! С вами Amway921 и вот уже совсем мало времени осталось, когда каждый желающий сможет покататься на специальном сервере общего теста с новой физикой. Это физика, в которой уже не застрянешь, не залипнешь бортом об какой-нибудь камень или выступ дома. Это физика, которая не даст уже тебе воткнуться носом при спуске с горы и застрять там. Новая система движителя, которая все эти фишки убирает, лечит, чинит. Все делается понятным и простым. При этом всем добавляются некоторые новые интересные особенности. И об этом мы более подробно поговорим в этом видео. Но прежде я хочу вам напомнить, что об этом рассказывал Wargaming еще недавно. Работа над повышением достоверности поведения танка привели к созданию новой модели движителя. Она симулирует работу всего механизма — от сцепления до катков. В нее заложены даже характеристики механических потерь. Коробка передач переключается во время движения. Теперь поведение танков до мельчайших деталей повторяет реальные боевые машины. Усовершенствование физической модели движителя привело к интересному результату. Появилась возможность точнее моделировать взаимодействие танков с грунтом. В текущей физической модели гурты имеют только один параметр для настройки — это сопротивление качению, которое определяет, как быстро танк разгоняется на них и передельную скорость. В новой физической системе точное моделирование танкового движителя позволяет учитывать гораздо больше параметров грунтов. К уже существующему сопротивлению качения добавятся цепные свойства грунта, а также податливость грунта деформации. Это значит, что танк будет очень по-разному вести себя на разных типах грунтов. Разница будет чувствоваться во времени разгона, возможности пробуксовок и боковых заносов. Еще одним штрихом в картине большей реалистичности движения танков стало изменение системы работы рессор. В новой модели мы сделали коэффициент жесткости рессоров, зависящим от степени сжатия рессора. Это означает, что при небольших сжатиях рессоры ведут себя достаточно плавно, позволяет без раскачивания преодолевать мелкие неровности. Ну а на больших препятствиях они уже ведут себя как жесткая подвеска. Буквально на днях мы вернулись из Минска, где нам сотрудники Wargaming, включая разработчиков этой физики, рассказывали про ее основные фичи. Основная их задача, как мне показалось, это сделать что-то очень интересное, при этом не поломав представление о старом и существующем. То есть не сделать такую физику, к которой нужно реально привыкать или когда с танком необходимо прям сражаться, там скорости переключать или я уж там не знаю какие еще параметры, сцепление плавно выжимать и тому подобное. Их была задача сделать все более проще, понятней, интуитивней и самое главное веселее. С какими-то фишками и особенностями, которые дают понимание, что в игре не просто картонные танки, а более-менее какой-то реализм. Включая одну из самых наверное излюбленных фич, это вот такой вот боевой полицейский разворот на 180 градусов. Да, он возможен. Да, не на всех танках далеко. Чтобы делать такие финты необходимо, к примеру, на средних грунтах кататься надо легких или средних танках. На твердых грунтах такое будет возможно, наверное, уже на некоторых тяжах, где совершенно другое сопротивление этого грунта. То есть добавляется не просто как таковое сопротивление просто грунта, но и давление на грунт. Еще целая кипа параметров, которые даже уже во-первых не помню и во-вторых, которые даже нам еще не называли. То есть все эти танки, которые, ну вот в данном случае это 13.90 перед вашими глазами, но мы еще имели возможность кататься на 54, на ИС-3, на 50-100. Они все настраивались вручную, вплоть до того, что динамика набора скорости на каждой передаче была своя, настроенная. То есть здесь нет какого-то такого шаблона, который применим ко всем танкам. В том и трудоемкость, чтобы обеспечить вот такие вот все финты и при этом не поломать ничего, не поломать ощущения от геймплея и сделать игру похожей на то, что было, но с новыми возможностями, которых, я вас уверяю, целая кипа. Например, будет гораздо проще занимать какие-то места. Это будет, по крайней мере, понятно. Со старой физикой вот по Химмельсдорфу улетишь, в попытках на какую-нибудь насыпь залететь и втыкаешься в нее. Вроде бы визуально можно было, но физика это не позволила в данный момент. Здесь же теперь будет все зависеть от разгона. Это ж какое огромное пространство для киберспортсменов с большим количеством подсадок на разных картах, где можно заехать практически везде, лишь бы танк позволял, если бы он смог разогнаться и был бы более-менее легкий. Девяностик так вообще один из самых главных претендентов на этот счет. Дальше нигде не застрянешь толком. Ну, может быть, в тех местах, где уже реально упал в какую-нибудь яму, из которой просто невозможно выехать. Это да, но на пустом месте где-нибудь, в каких-нибудь камнях там это будет сделать уже нереально. Перевороты на крышу. Отдельная штука, отдельная фича. Она будет выглядеть, как будто индикатор затопления. На крышу перевернуться можно вследствие впадения с горы или при таранах. Индикатор затопления, то есть перевод на крышу отсчитывает там свои 10 секунд и ты уходишь спокойно в ангар, перевернутый. Ну и, пожалуй, самая интересная и удобная фича, которую можно будет использовать очень часто, это всякие развороты-повороты. К примеру, сейчас ехав на полном ходу, можно очень быстро завернуть за угол, без потери скорости, что называется, на ручнике. Появится кнопка пробелкнута, сейчас имеется в виду есть, но у нее будет новая функция, именно ручной тормоз. Она, конечно, не как у автомобиля будет блокировать задние колеса, нет, конечно, а ближайшую в повороте гусеницу. К примеру, если вы летите на танке и сбрасываете газ, то есть отпускаете его и поворачиваете, то он завернет не так круто, как с ручником. С ручником он несколько потеряет скорость в начале, то есть его развернет немного, но потом отпускает пробел, продолжите движение за поворот. Это просто нужно один раз испытать, это офигенно быстро, клево, очень удобно. Удирать от погони, ну просто мастхэв. Сбитие гусениц теперь будет по-иному выглядеть, особенно если мы говорим про сбитие гусениц у танка, который на полном ходу несется. Раньше как будто бы втыкался рядом с танком кол, его разворачивало, и посреди поля ты ехал такой маленький, в фронтальной проекции сбили гуслю, разворачиваешься ко всем бортом и сразу получаешь. Теперь же при сбитии гусениц танк не будет разворачиваться, он будет просто продолжать двигаться в том направлении, куда двигался. Это очень круто. Ну и конечно перевернуться на крышу, очень круто. Это все, что я вам хотел рассказать на сегодня, точнее это все, что у меня есть. Спасибо, что пришли, приходите еще. Пока-пока.